здравствуйте друзья здесь демитков юрий сейчас я хочу сделать небольшой обзор о том как я съездил на форум private money я уже говорил что в таких тоже мероприятиях надо участвовать регулярно потому что ну это энергетика это интересно это новые контакты это новые люди на форуме выступали люди которые управляют сотнями миллионов долларов буквально ну руководители различных там управляющих компаний так далее вот но прежде всего хочу сказать кто проводил этот форум организатором форума я не помню как называется организация но главное действующее лицо там это сергей лауга вот с такой фамилии он насколько я понял обучился у браина трейси и он загорелся этой идеей он регулярно организовывает такие мероприятия кто он такой но он задумался тоже так же как и я что надо создавать источники пассивного дохода начал искать пути и как раз вот как заработать деньги он познакомился с брайаном трейси браин его зажег брайан там тоже был вот и он начал искать такие источники начал организовать такие встречи эта встреча была третий раз на 1 и вот на последний я был 2 я пропустил но по утверждению сергея это самое удачное мне тоже так показалось по крайней мере вот но надо сказать что она начиналась в 10 часов утра в гостинице космос вы знаете что я живу в 100 километрах от москвы мне пришлось там 6 утра вставать короче говоря я немножечко перенервничал и не выспался первый день я был такой немножечко полуобморочном состоянии но было очень интересно выступал сначала роберт роли он выступал на английском языке кто такой он такой же вот как сергей лауга только он из словении человек который вот тоже однажды взял решил сделать вот решительный шаг он он говорит что с женой там обсуждали говорит там вообще ничего нет денег нет и он хотел пригласить брайана трейси в словению но денег не хватало в общем и тут вот ему случайно совершенно звонит менеджер от брайана и говорит у брайана трейси ну там поменялся график где-то отменяется есть окно не хочешь ли ты пригласить вот ну как бы можно сделать со скидкой и он такой блин на скидку хватает и начал обзывание своих друзей говорит и друзья сказали да 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 мы будем присутствовать мы будем участвовать и он организовал эту встречу и потом загорелся да все это было удачно сказать да ну как он сказал жене горит ну либо пан либо пропал типа того что мы должны сделать решительный шаг и если получится это мы будем богата так и случилось в общем то вот и он постоянно с брайаном сейчас сотрудничает вот и он рассказывал про свою систему накопление капитала но на самом деле она немножечко ну как бы она у всех примерно одинаково ну человек зарабатывает деньги где-то ну скажем так на стороне не на инвестициях прямо скажем он зарабатывает деньги вот в этой же школе брайан трейси он продает свою методику но то же самое что я очень то дело биржу для чайников продаю и так далее вот а деньги которые зарабатываются он инвестирует и он рассказывает куда инвестирует так вот основная мысль его смотрите что когда вы даете деньги в управляющую компанию то управляющая компания берет ну от полутора до двух с половиной процентов за управление то есть за то что они дают рекомендации по вашему капиталу и если бы вы сами управляли то соответственно он берет строит график там если там ну за 50 лет например или там за 30 лет получается очень существенная разница вот за счет этих казалось бы двух процентов поэтому основная его мысль надо брать все в свои руки во первых и инвестировать а во вторых инвестировать в те фонды которые берут маленькую комиссию а какие фонды берут маленькую комиссию и т.ф. и потому что не нужно брать не нужно платить аналитиком вот в чем дело то есть кому идут деньги вот эти два два с половиной процента аналитиком за управление эффективное и они управляют да ну отчисления большие в индексных формах ничего не надо платить аналитиком потому что просто повторяешь индексы с пи 500 например или там другой индекс или третий индекс индекс развивающихся рынков и так далее индекс там другие вот и там комиссия 0,5 процента почувствуете разницу вот и он говорит надо вкладывать в етф и часть он вкладывает в недвижимость и часть он вкладывает но тоже высокорискованные инструменты но в частности он роботизированная торговля робот но робот не самый простой это искусственный интеллект ну ну вот так короте говоря он немножечко там его продвигал потому что у него есть там партнерка вот дальше было еще был оскар хардман это очень удивительный человек он родился он говорил на русском языке сам принципе немец он родился в казахстане и там потом переехал я так и не понял куда то ли в америку то ли в германию короче говоря насколько я понял что сейчас он германии живет в основном но сейчас он входит состав в состав совета директоров альфа банка в частности и он занимается инвестициями в бизнес он занимается инвестициями в бизнес то есть вот я вкладываю фондовый рынок что такой фондовый рынок покупаю акции продаю но в принципе это тоже покупаешь часть бизнеса оскар говорит что когда ты покупаешь маленькую часть бизнеса то это отца одно а когда ты покупаешь крупную долю это совсем другое и он начал вкладывать сначала в недвижимость он говорит я вкладывал там сначала там одну квартиру вторую третью четвертую пятую там десятую и надо постоянно затем следить там здесь квартира там квартира там этот сектор тот сектор не постоянно надо держать руку на пульсе говорит он а потом и начал думать что-то у меня вся энергия расходуется не туда он предприниматель понимаете вот ну просто вот близким не человек он так живо рассказывал и вдруг он понял что а если покупать недвижимость не по одной там квартире не по одному вот ну как бы квартира студия там какой-то номер в отеле а целиком отель и получается что геморроя меньше то есть ты управляешь только отелем а выхлоп намного больше когда покупаешь целый большой кусок и он такой ну нифига себе и вот это вот мысль одна простая мысль стала прорывной для него и он начал покупать уже но целыми грубо говоря отелями но отель то достаточно сложно купить понимаете и оказывается что не так уж и сложно его купить и сейчас есть компании которые продают вот эту вот недвижимость как складчину то есть такие же фонды инвестиционные создаются и покупается недвижимость складчину там тоже очень очень много всего интересного очень надо внимательно смотреть есть фонды такие рейд называется наталья смирнова об этом тоже говорила чуть позже я об этом скажу и там почему сложности потому что можно нарваться на налогообложение в 30 процентов как не резидент потому что есть страны которые не подписали с нами договор о двойном налогообложении там сразу попадаешь на 30 процентов это надо понимать вот но вот такие вот вещи и он начинает там скупать вот эти бизнесы а так как он ну имеет там наши корни казахстан не казахстан российский менталитет грубо говоря он понимает поэтому он начинает здесь ну скажем вот вы знаете наверняка слышали компанию car price так это он ее купил там и много всего и он вот это надо короче говоря и я выложу его выступление тоже в закрытом режиме ссылочку я скину будет это потрясающе то есть первое направление это инвестиции в ценные бумаги но опять же и в бизнес какой это бизнес был у роберта роли и брайана трейси его сергея лауги это бизнес на образовательный финансовые финансовые образования то есть они проводят вот эти вот всякие мероприятия тренинги на этом зарабатывать их бизнес на оскар хардман покупает компании либо значит крупные вот куски недвижимости это его бизнес он покупает бизнес 3 спикер это было наталья смирнова ну вы все ее наверное видели по телевизору она регулярно выступает и у нее свой канал наталья смирнова смирнова капитал по моему вот она недавно в м кварте было но сам квартая они разошлись сейчас она развивает свой проект она занимается как она сказала финансовым рынками финансами ну буквально наверное говорит в трубе матери еще начала потому что ее всегда это интересовало она увлеченный человек у нее образование соответствующее и ну постепенно она вот создала у себя сначала сказать ну приличный капитал потом основала свою компанию это хедж фонд у нее и она рассказывала о том какие акции куда она вкладывает но вот вкладывает она там американский рынок турецкий очень внимательно смотрит за юар чили аргентина как она туда вкладывает и она говорит а через етэф и тэф и тэф и на на американский рынок и тэф на рынок турции и тэф на рынок юар она смотрит она смотрит индексы соответствующих стран развивающихся на про индию ничего не говорила и она выбирает из этого индекса крупнейшие компании вкладывает либо в эти компании либо просто в и тэф и и она говорит что ну вот сейчас вообще год интересный был просто вот она рассказывает как только то трампу значит вроде как договаривается с китаем там начинает все ну все выросло растет и как только бамс значит проблемы возникают у трампа с китаем она как я это продаю и покупаю другой и тэф который растет как раз когда все портится ну например там и тэф на сейчас скажу x индекс страха короче говоря вот этот и тэф растет и потом раз трамп пишет да нет все нормально и так далее я тоже записал выступление натальи смирновой и мне было очень интересно какие там конкретно название фондов очень много она вкладывает в облигации турецкие например да она говорит что для экстремалов аргентинский вот очень было интересно но он регулярно выступает на эхим москвы я его вижу значит там тоже управляет оказывается очень крупными деньгами очень крупными деньгами и у него совсем другие проблемы он говорит ребята все вот это вот пыль какая-то потому что главная цель это не увеличить деньги ну то есть хорошо что они там выросли здорово конечно но на растущем рынке вот вы тут выбирать какие акции купить какие продать а на самом деле если рынок растет но какие бы акции не купили но какие-то акции вырастут быстрее а какие-то медленнее но результат то будет один все вырастет понимаете то есть особенно ничего не надо знать а вот когда рынок падает что вы будете делать говорит он и он говорит что главная цель это не увеличить деньги а сохранить который он ставит и карате говоря ну так спокойно говорю тихонечку так и он разнес все вот эти вот инвестиционные идеи в пух и прах потому что для главное сохранить деньги и швейцарские банки например сейчас швейцарские банки когда люди кладут деньги швейцарские банки то там отрицательная ставка то есть люди платят деньги швейцарским банкам за то что швейцарские банки сохранят их деньги вот так то есть главное это не потерять ну то есть такой уж холодная вода в общем сказать вот но в первый день я сказал что я мне было тяжеловато и я все-таки до брайана трэйси не дотянул я уехал я видел как их увезли на каталке он уже старенький вот но на следующий день я приехал там уже я вполне нормально себя чувствовал на следующий день был такой рабочий как бы завтрак с брайаном трэйси и с робертом роли опять же ну в начале был брайан трэйси и это был ли ну как бы беседа то есть люди задавали вопросы брайану трэйси а он отвечал ребята брайан трэйси это нечто это классик вот действительно классик он заслуживает этого потому что у него если он отвечал на вопрос то каждая фраза вот просто вот вот в мрамор и все понимаете это это было потрясающе тоже ну там кое-что записал но звук там не очень и ну как когда вопрос какие-то задавали там ну другие там тетенька из греции кстати задала вопрос что посоветуйте там моей дочери а у нее мечта стать там чемпионкой мира по фигурному катанию он такой афир на айди а не представляю а когда вот он представляет он дает очень шикарный прямо вот просто записать каждое слово выучить наизусть и все это классик понимаете ну и на второй части второго дня была игра про деньги были знакомства был ну как бы коворкинг то есть мы знакомились с людьми мы делились контактами мы делились своими на своим опытом конечно же но и игра игра это типа игры ну вот эти крысиные бегатки оснать тоже очень полезно но она адаптирована к нашему рынку и ну там за столами там по шесть-семь человек сидели и играли но гордостью могу сказать что мне удалось заработать то есть я второе место за нашим столом занял миллион триста восемьдесят тысяч меня было под конец игры на первом месте был там с двумя миллионами по моему врач офтальмолог сидел со мной рядом и ну разные стратегии кто-то брал кредиты кто-то не брал кредиты кто-то сразу уходил бизнес я например пока не создал источник пассивного дохода который сопоставим с моими расходами ежемесячными я не уходил в предприниматели хотя на самом деле я вот ну предприниматель лет 30 как вот у меня нет постоянно источника дохода уже наверное лет 30 но в начале 90-х я как ушел там 89 90 не знаю можно 91 не помню уже и с тех пор я такой вот волка ноги кормят что называется были хорошие времена были плохи но это было очень интересно вот но я надеюсь что я поделился с вами своими впечатлениями от форума private money на сейчас все спасибо за внимание оставайтесь на моем канале будет много интересного я расскажу вот сейчас у меня стратегия кондора она пока не закрыта чем она закончилась я закончится я не знаю 18 числа срок экспирации но я думаю что я 18 декабря я выйду из нее раньше кроме того я хочу напомнить что сейчас заканчивается год и сейчас наступает самое лучшее время для пополнения ваших иисов потому что и из считается календарный год то есть в конце года пополняете в начале года уже можно давать заявление на возврат ндфл от налоговой если у вас есть белая зарплата с которой вы платите подоходный налог то суммы в 400 тысяч это соответствует примерно 36 тысяч рублей в месяц можно вернуть подоходный налог суммы 400000 то есть 52 тысячи рублей вам налоговая просто выплатить на банковский счет если вы пополните свой и из и я говорил что я уже пополнил и из мы посчитали у жены там 150 тысяч вышла годовая зарплата на 150 у меня зарплата сильно превышает 400000 вот с которой заплатил подоходный налог но не зарплата доходы скажем так то зарплаты не получаю давно ну или она такая смешно вот я пока внес 400 тысяч я говорил что я еще хочу 300 внести и я полон решимости это сделать сейчас я ищу где 300 тысяч я тоже об этом мне говорят ну где ж ты возьмешь то тоже думаю что расскажу поэтому оставайтесь на моем канале надеюсь что его заинтриговал сейчас лайк спасибо за внимание с вами был девятков юрий до встречи